Грозные и беспощадные, благородные и ужасные, умелые и почитаемые – о викингах можно сказать все это и еще многое другое. Было время, когда эти гордые воины безраздельно властвовали в своей части света. Но кто такие викинги? Откуда они взялись и что с ними в итоге произошло? Ответы на эти и многие другие вопросы дает это видео, в которой мы поближе познакомимся с богатой историей этого народа. Англосаксы считали викингов выходцами из Дании, но позже выяснилось, что это не совсем так. На самом деле они были родом из самых разных регионов Скандинавии, среди которых была и Дания, а также Норвегия, Швеция и прочее. Это проливает свет на происхождение викингов. Но викинги постоянно стремились за пределы скандинавского региона. Они исследовали новые горизонты, вели торговлю и совершали набеги на значительной части Европы. Этот исторический период продолжался с 8 по 11 век и получил название «Эпоха викингов». В это время викинги вселяли страх во врагов, разоряя и грабя прибрежные территории, на которых до этого царил мир и покой. Викинги были первыми и самыми выдающимися воинами скандинавского региона. О них часто говорили как о злодеях или варварах. И не без причины, ведь они нападали на мирные прибрежные города и монастыри по всей Европе и разоряли их. И все же это только одна сторона их жизни. Голливудские фильмы формируют четкое, но очень уж однобокое понимание того, кем были викинги. А ведь многие исторические факты говорят о том, что этот народ тоже хотел спокойной и нормальной жизни. Среди викингов были не только воины, но и мастера-ремесленники, земледельцы, торговцы, мореходы и просто мирные поселенцы. Сам термин викинг означает «пират» или «разбойник». Можно предположить, что это касалось далеко не всех жителей скандинавского региона. Но для тех, на кого они нападали, все они были викингами. К сожалению, их жертвы видели только эту сторону их культуры, и часто это было последнее, что они видели в жизни. Но викинги не могли существовать лишь благодаря грабежам на дальних территориях. Кому-то нужно было основывать поселение, обрабатывать землю и заниматься скотоводством. Так же велась торговля, в том числе и с дальними странами. Сухопутные торговые пути викингов проходили и через Россию и достигали Константинополя на территории современной Турции. Викинги действовали на весьма обширных территориях и добирались даже до Багдада в Ираке. Путешествуя по всему миру, викинги сталкивались с очень разными народами, так что им приходилось использовать различные языки для общения. На родине же они говорили на языке, который сегодня называется древнескандинавским. Древнескандинавский язык – это северогерманский язык, который использовался в большей части скандинавского региона, включая Фарерские острова, Исландию и Гренландию. В ряде регионов России и Франции, Британских островов и Ирландии также говорили на древнескандинавском. Учитывая мощное влияние, оказываемое викингами на этих территориях в то время, это вполне закономерно. Историки нашли множество древних рун и надписей, которые дают информацию о том, как использовался древнескандинавский язык. Руническое письмо называют младшим футарком или скандинавскими рунами. Это рунический алфавит, который состоял из 16 символов и главным образом использовался в эпоху викингов. По мере того, как влияние и власть викингов стали слабеть, он постепенно вышел из обихода. Как уже было сказано, викинги могли путешествовать на большие расстояния как по суше, так и по морю, ведь в те времена мало кто мог сравниться с ними в судоходном деле. Это одна из причин, почему им удалось покорить так много народов, встретившихся на их пути. Но чем они торговали во время своих путешествий? Что привозили с собой? Викинги-торговцы часто желали купить предметы роскоши, например, изделия из серебра, шелк, специи, вина, украшения, стекло и гончарные изделия. Все это пользовалось спросом у викингов на родине. В качестве платы они везли с собой изделия из олова, пшеницу, шерсть, древесину, железо, меха, кожу, рыбу и бивни моржа. У торговой истории викингов тоже есть темная сторона, поскольку они активно занимались сереброторговлей. Хотя и не все викинги были беспощадными разбойниками и грабителями, такую репутацию они действительно заслужили. Они убивали и разоряли, а вернувшись домой, с гордостью рассказывали близким о своих подвигах. Первое документально зафиксированное нападение на территории англосаксов произошло примерно в 787 году. С него началось противостояние, которое длилось несколько последующих столетий. Когда викинги впервые появились у берегов Британии, местное население по простоте душевной готовилось принять их с распростертыми объятиями. Безоружные люди собрались на берегу, чтобы поприветствовать заморских гостей. За эту ошибку они дорого поплатились. Викинги пронеслись по побережью, как чума, неся гибель наивным и беззащитным жителям этих мест. Их свирепость и жестокость привели британцев в ужас и смятение. Викинги охотно разоряли их святыни, например, христианские монастыри, где в изобилии было золото, серебро, домашний скот и прочие богатства. Для многих это было святотатством, но викинги жаждали легкой наживы и проблемы в этом не видели. Они не сомневались, стоит ли нападать на святые монастыри, ведь они были язычниками и верования местного населения были для них чужими. Время шло, и конфликты между викингами и англосаксами становились все более масштабными и кровопролитными. Поскольку население Ирландии и Британии все чаще оказывало сопротивление, а все легкие мишени уже были разграблены. Викинги решили объединиться и нанести совместный удар, чтобы укрепить свою власть и завладеть богатствами, укрытыми в англосаксонских землях. В 865 году была сформирована огромная армия, называемая по разным источникам Великой Датской или Великой Языческой Армией. В нее входили воины из всех уголков скандинавского региона, но главным образом из Дании. До этого в своих набегах викинги придерживались тактики скоротечного боя с быстрым отступлением, награбить побольше, прежде чем противник сможет дать отпор. Викингов такое положение дело устраивало до поры до времени, но, как часто бывает, их аппетиты стали расти. Как можно узнать из легенд, новые цели требовали создания более численной и умелой армии. Такой, которая бы позволила им проникнуть вглубь территории англосаксов и основать там собственные поселения. Во главе этого войска встали трое из пяти сыновей легендарного воина Рагнара Лотбрака – Хвицерк, Ивар Бескостный и Уба Железнобокий. Хотя точных данных о численности этой армии у историков нет, она считается одной из крупнейших в своем времени. Кровавая война викингов с англосаксонскими королевствами продолжалась долгих 14 лет. Надеясь задобрить захватчиков, Эдмунд, мученик, король Восточной Англии, предлагал им в дар множество лошадей. Как и следовало ожидать, викинги дар не приняли и прошлись разрушительной поступью по землям Восточной Англии. Сам король Эдмунд был убит. В течение 14 лет викинги сеяли смерть и разрушение на землях англосаксонских королевств. В результате серии наступлений и отступлений Великая Языческая Армия за несколько лет завладела большей частью Северной Англии и захватила власть над англосаксонскими королевствами Нортумбрия, Восточная Англия и Мерсия. Тем не менее, вторжение викингов застопорилось, когда в их рядах наметился раскол и армия стала распадаться на две части. Это стало началом конца военной кампании викингов. Они потерпели поражение в важном сражении против войску Эсикса, единственного королевства, которое смогло противостоять натиску захватчиков. Уэссекская армия с королем Альфредом во главе разбила половину армии викингов в битве при Эдингтоне в 878 году, похоронив их надежды на безраздельную власть над англосаксонскими королевствами. Эта победа дала Уэссексу достаточно времени, чтобы начать формировать сильное войско и построить оборонительные сооружения, что также не давало захватчикам продвигаться дальше. И все же значительная часть Британии оставалась под властью викингов. По сути, регион был разделен на две части, северные земли по-прежнему контролировали викинги, а южная армия Уэссекса, возглавляемая королем Альфредом. Ситуация не менялась практически до конца эпохи викингов. В начале эпохи викингов Европа по большей части состояла из разобщенных территорий, где местным отрядам ополчения было крайне сложно что-то противопоставить военным действиям викингов в стиле шок и трепет. Но время шло, нападения продолжались, и народы Европы стали объединяться, формировать регулярную армию и строить оборонительные сооружения. Это принесло свои результаты, и в отсутствие особых успехов, а значит и прибыли, военная стратегия викингов потеряла смысл. В скором времени эра их господства в Европе закончилась. Можно сказать, что их успехи в конечном счете стали причиной их падения. Легкие мишени перестали быть таковыми, и даже в монастырях начали строиться башни, где можно было быстро спрятать все ценное, из которых было легко обороняться. Некоторые города переместились дальше от берега, так что викингам было сложнее стремительно напасть и быстро отступить. В конце концов, как часто бывало в истории, деньги стали решающим фактором. Если что-то перестает приносить прибыль, то стоит попробовать что-то другое. Именно так викинги и поступили. В конце концов, окончательные победы над викингами так никто и не одержал. Тем не менее, им стали мешать и оказывать сопротивление, так что им пришлось пересмотреть как военную стратегию, так и образ жизни в целом. Времена изменились, и викингам тоже пришлось меняться. Им всегда было интересно исследовать новые горизонты, и в процессе они знакомились с огромным количеством новых культур. Из них викинги стали заимствовать многие обычаи верования, которые через время стали частью их жизни. Языческие верования были вытеснены христианством, которое в то время активно распространялось в мире. К концу эпохи викингов оно прочно укрепилось в их культуре. Большинство историков считает 1066 год концом этой жестокой эпохи. Финальной точкой стала битва при Стамфорд-Бридже, где войска норвежского короля Харальда Хардрада, стремившегося взять под контроль значительную часть Англии, были разбиты, а сам король погиб. Это было последнее крупное вторжение викингов на территории Европы. С этих пор их репутация пиратов и разбойников стала постепенно забываться, что ускорило их интеграцию в культурное пространство Европы. Даже само название викинги вышло из употребления. Теперь они назывались датчанами, шведами, норвежцами, исландцами, гренландцами и фарерцами. Эпоха викингов закончилась, но столетия спустя они продолжают жить как в легендах, оставшихся с их времен, так и в мировом искусстве, став важнейшей частью истории современной цивилизации. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.